Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В регионах страны вспоминают тех, кто сражался на фронтах и ковал победы в тылу. Траурный митинг прошел и в Чебоксарах. Это день, о котором страна не вправе забывать. Несмотря на преклонные годы, ветераны прекрасно помнят, как начиналась кровопролитная война. Зинаида Соловьева тогда жила в Калужской области. Фашисты оккупировали этот регион спустя полгода. Ее 10-летнюю девочку и других жителей сослали в концлагерь. Говорит, что выжить помогло только чудо. Мы убежали из лагеря, а то бы нас сожгли. Других жгли, а нас не успели сжечь. Мы проволоку там один старик разрезал, начала сильная бомбежка, и мы убежали. Окопы были нарыты, мы попрыгали в окопы. А на рассвете нас освободили американцы. И потом передали, до речки довезли и передали русским. Не раз на грани жизни и смерти находился и ветеран войны Петр Теплов. На фронте он служил связистом, вспоминает, как приходилось тянуть телефонные кабели под пулями и по мином полям. Войну начали с Нарофавинска, Халинский фронт, Сычевка, Ржев, Псковская область, Великие Луки освобождали. Потом Белоруссию полностью освобождали, Литва и в Латвии закончили войну. Курлянскую группировку ликвидировали. За четыре года боев страна потеряла более 27 миллионов человек. В республику не вернулся каждый второй, ушедший на фронт. Война собрала скорбную дань с каждой семье. В войне четыре брата и сестра служили. Тогда я учился в 10-м классе. Я служил в 49-м по 53-й в авиации. Почтить память солдат-освободителей к монументу славы приехали сотни горожан. В траурной колонии участники войны, дружники тыла, депутаты, члены правительства. Памятный венок к вечному огню возложил и глава региона. Память погибших на войне почтили минутой молчания. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.